Телеканал КРТ представляет в Сантропе или еще где-то, у которых есть, как у Богдана, есть во владении 60 тысяч гектаров, или у Сольского, они же партнеры по агрофирмам. Единственное, сейчас уже изменения в законодательстве прошли, и по реестрам не всегда это можно увидеть. А раньше это все было видно. Они просто зациклены на том, чтобы продать, получить деньги, и, собственно, все на этом. А вот вы, когда шли в Верховную Раду, вы шли по мажоритарному округу от фракции «Слуга народу», вы думали, что партія «Слуга народу» перетворится в партію «Слух МВФ», или даже «Рабьев МВФ». Я просто не могу объяснить, почему саме разные, по суті, люди, которых набрали из разных мест, берут и натискают зеленую кнопочку за продаж нашей украинской земли, неведомо кому. Для меня это не зрозумело. Тобто, вот вы думали, что у нас будет такая ситуация, когда «Слуги народу» фактически перетворятся в «Рабьев МВФ». К сожалению, я об этом даже и не думал. Я не мог даже представить себе такого варианта развития событий. Более того, я участвовал и в президентской кампании, был доверенным лицом Зеленского по Чернигову. И я всем разумом верил, всей душой верил в то, что мы действительно идем менять страну к лучшему. И для меня было удивление, и к радости я очень быстро понял, что под зебрендом в парламент попало очень много людей из того режима, которые мы так пугали на выборах, да, с тем, что мы расставим точки, и все эти схемы уберем и превратим в нашу страну в золотую. Что это мотивировало этих депутатов голосовать? Их что там семью за ручники взяли, или им просто грошей дали? Я так понимаю, все же таки грошей понадавали? Дело в том, что действительно были разговоры неоднократные о том, что есть конверты, которые раздают как черную зарплату слугам народа, и по этому факту даже антикоррупционные там вообще были разговоры о том, что очень крупные суммы давали, там 100 тысяч долларов ну, то есть за голосование, ну, хоть там за 100 тысяч, за миллион, за два, не знаю, за 10, но это то, что не продается, ну, то есть я уже молчу о этих конвертах, которые там 5, 10, 15, да, то есть 5 обычному депутату, там, мне лично никто не не давал, не предлагал, 5, 10 и 15 под главом фракции и главом комитетов, ну, возможно, для кого-то, кто, скажем так, этих денег никогда в жизни не видел, и даже и через 10 лет или через 20 лет из этих депутатов не смог бы их заработать, если бы не было всей этой компании Зеленского, для них это, естественно, как манна небесная, но, к сожалению, это предательство всех наших избирателей.